всем привет дорогие друзья пятница меня зовут николай самое время нам немножечко что называется хайпануть все вы помните я хотел купить яхту я ее не купил сразу всех разочарую взяли ознакомительный тур я хочу понять нужно ли мне это вообще то есть смогу ли я и управлять как с ней обходиться какая она в расходах то есть разумный человек когда что-то инвестирует он сначала это пробует но вот экскурсия плывем на черепаший остров это анталья за бортом плюс 20 солнце такое я прошу прощения буду в очках я как будто рядом с ядерным взрывом сижу но сегодняшний ролик знаменательный будет не этим я вам сегодня некие карты расскажу да то есть объясню во первых как пользоваться прогнозами но это даже не самое важное как деньги реальные зарабатывать причем это не там гуру трейдинг и какие-нибудь придурочные сигналы от каких-нибудь мелких блогеров которые пытаются друг у дружки вырвать клиентов изо рта нет на самом деле этим видео похороню их сегодня объясню другое как реальные средства заработать и как в этой жизни можно ну на самом деле вперед себя продвигать ну а второе мы сегодня проговорим про экономику россии и вы попросили побольше позитива я вам сегодня отвечу на два вопроса я буду подглядывать взял с собой потому что офис импровизированный ничего не подсмотришь почему не страшно девальвация и как экономика уйдет от доллара это две важные темы которые сегодня разберем итак начнем именно с них как экономика уйдет от доллара крипто друзья как я уже говорил способ обхода санкций будут все более более изощренными и так или иначе на государственном или около государственном уровне мы с вами придем обязательно крипте об этом уже неоднократно заявляли наша власть имущие руководство финансовых властей россии в том числе и мы с вами понимаем что тенденция туда дует плюс валюты они диверсифицировались в мире на более сильные и менее сильные но вот сейчас идет такой некий слом тренда юань начиная занимать какую-то большую часть дирхам начинает себя проявлять кое-где то есть турецкая лира там напрямую с рублем где-то конвертируется в общем мы выходим в такую зону где сам по себе доллар будет отходить на второй план и поэтому крипто для нас сейчас с вами вот для меня и вас она является способом выхода из доллара как и способа накопления мы переждем этот грубо говоря bull run который сейчас будет в том числе и крипте и будем перекладывать наши деньги разумно избегая валютного риска который будет я предупреждаю достаточно высоким посмотрите прошлые ролики где говорил о том что доллар будет другим валютам падать ну конечно же в том числе и криптовалютам поскольку рынки будут в это время расти сейчас ли это будет скорее вторая половина года скорее вторая половина весны и вторая половина года чем сейчас для это есть все фундаментальные факторы джером пауэлл вышел об этом сказал так что вот на этот вопрос ответ вот такой не нужно переживать что там страна без доллара загнется и мы будем там все стоять очередях за долларами всю свою жизнь нет это будет вспышкой а дальше самое интересное он нам нужен и не будет второе девальвация не страшно поднимите руку люди старше 40 лет и вспомните там даже 50 сколько раз была динаминация в россии что это вообще такое с одной стороны это очень плохо даже в той же турции она была на моей памяти это срезание нулей это переход новые деньги и так далее но теперь ответим себе на очень важный вопрос а вообще-то экономика после этого умерла или нет на самом деле нет экономика умереть не может это совокупность всех сделок а в стране или территории или может быть в каком-то учреждении неважно экономика может быть даже экономика отдельно взятого какого-то проекта так вот совокупность этих всех сделок сделки как были так и будут пока существуют люди живая экономика и поэтому говорить о том что ну все конец всему наверное нет несправедливо но если мы с вами говорим о том будем ли мы жить лучше или хуже тут ответ как всегда мой в моем репертуаре хуже потому что структура экономики российской она достаточно однобокая и вот сейчас в этом смысле я хочу ответить на ваш вопрос а что в турции лучше что ли но я не буду это делать сейчас на камеру мы сделаем проще я уже подготовил ответы в нашем telegram канале во вкладке сообщества сейчас вот здесь где-нибудь выложим и ссылку внизу под роликом посидите почитаете с помощью искусственного интеллекта с помощью последних статистических данных мы это выложили у вас все это теперь будет почитайте просто где лучше почему лучше что такое диверсификация кто лидирует сейчас так ли плоха россия и теперь поговорим про сделки собственно как деньги то зарабатывать раскрой свои секреты и будем хоронить мелочевку которая совершенно не понимает что она порой творит во первых начнем с того что каждый раз когда к вам приходит человек и говорит что моя аналитика по торговле лучше чем у дяди васи значит все запомните пожалуйста истинно в последней инстанции не подлежащие вообще никакому а ну что называется обжалованию не верите мне спросите опытных инвесторов спросите людей которые но на рынке достаточно давно спросите людей которые управляющие компании если такие есть там знакомые там может быть фондами и они вам скажут что те кто торгует на маленьком таймфрейме с маленькими какими-то деньгами либо неважно с большими или маленькими маленький фрейм они ошибаются в половине примерно случаев задумайтесь вы часто слышали такое но я заработал там тысячу а потом ее слил но я сейчас в ноль вышел и таких историй очень очень много почему а все очень просто потому что на самом деле чем ниже таймфрейм тем чаще человек ошибается тем меньше у него положительных сделок и тем чаще фигуры в которые он вкладывает свои какие-то знания подчеркнутые и скорее всего каких-то курсов за три рубля он ошибается очень часто и поэтому он не зарабатывает а если он зарабатывает в плюс то это не вот такие деньги ты не можешь заработать на этом состоянии ты нет на этом не построишь свою семью ты не купишь себе две-три квартиры этого не будет я за году который занимаюсь этим я этого не встречал а занимаюсь этим довольно давно и начинал я далеко не с трейдинга я себе начнем с того что я нашелся тогда лет 10 назад 15 уже наверно работу на которой не нужно было сидеть и прямо работать и отдавать все свое время работодателю я был на руководящей должности до международная компания да я управлял коллективом но у меня было вот столько свободного времени и я учился что мне позволило прийти в эту уже так профессию разворотик делаем очень интересно может быть увидите больше берег теперь что касается собственно интересного момента почему в мелочевку идти нет смысла почему нету гуру на рынке которые могут вам дать сигналы которые дадут вам очень много денег почему их не существует в природе вот по этой причине так устроен рынок в принципе весь а раз так рынок весь устроен то нет никакого смысла бегать не за этим а зачем есть смысл бегать вот если у вас есть возможность так и называемая форма разгона вашего депозита да то говорят я пришел с тремя рублями сделал себе миллиард и после этого я начинаю торговать вранье чистой воды ты можешь удвоиться у троицы у пятерица там но какие-то космические деньги ты не заработаешь не может такого быть это просто удача поэтому люди которые утверждают обратно знаете лоховоды чистой воды поэтому нужно ориентироваться в первую очередь на стартовый капитал вы продали квартиру у вас есть какие-то средства вы готовы вложить их в рынок вот нужно искать точки низкие точки покупки в рынке и среднесрочно сидеть я сидел около пяти лет с плечом в индексе снт 500 и зарабатывал до 2018 года очень круто это было то золотое время когда могу сказать что я сделал свой первый капитал большой и когда вам говорят что сейчас можно входить нельзя упускать моменты и так далее и кивают допустим на индекс снт 500 то я вам хочу сказать что эти люди они занимаются профанацией почему они занимаются профанацией потому что а индекс не равно отдельная акция отдельная акция не равно индекс так например снт 500 и за последний там ну давайте год до вырос там с 3500 до 5000 с копейками в общем я пытаюсь вам сказать достаточно важную штуку что например мы можем дать вам прогноз о том что индекс снт 500 и покупать сейчас не нужно и мы будем абсолютно правы потому что мы руководствуемся например п на е мы руководствуемся средними циклами покупки продажи но значит ли это что например не нужно покупать отдельные акции совсем нет мы продолжали зарабатывать на огромном количестве инструментов и делаем это и сейчас значит ли это что нужно когда мы говорим что например мы ждем падения бежать шортить нет шорты это удел говорят супер профессионалов на самом деле неудачников потому что я вам скажу большей части из тех людей которыми я говорил которые на рынке профессионалы которые с этим давно взаимодействуют кто шортил тот терял майкл бьюри гуру великий по фильм по которому сняли недавно он фактически профукал сейчас там несколько миллионов долларов на шортах если вас это не останавливает вы продолжаете думать что как только я говорю что рынок сейчас будет складываться я сижу шорчу то либо вы совершенно ни черта не понимаете в рынке либо вы человек который это целенаправленно пытается представить мы шар так сидели последний раз месяца три назад когда шортанул я facebook забрал там три-четыре процента прибыли вышел но это была просто игра здесь ничего серьезного брать нельзя было а тем более всем депо а тем более входить в какие-то там шартовые индексы это все в пользу бедных вы никогда там денег не заработаете основные деньги делаются на среднесрочной торговле сплит торговли когда вы входите на классных уровнях и сидите там по полгода и больше и вы забираете огромное количество процентов с нормальным капиталом с маленьким капиталом туда-сюда прыгать ничего не будет вы пополните толпу обиженных неудачников которые потом кучкуется по разным чатам и ждать да там ничего нету и все остальное это именно потому что вы ни черта не понимаете в рынке рынок так не устроен вы так никогда не заработаете денег и то что если вы хотите например зарабатывать мы там вот даем акция выросла 10 процентов так там было соотношение риска к прибыли 1 10 мы выискиваем специально такие инструменты и даем вам где стоп поставить где закрыться но еще раз говорю огромных средств здесь не заработать так не работает рынок потому что как только психологически вы зайдете в этот рынок и захотите здесь много заработать вы будете с утра до вечера сидеть в этой ленте вы будете жить с этим графиком если ваш психотип не такой я вас поздравляю вам либо летчиком работать либо ну может быть каскадером потому что как правило вы можете как заработать очень много так и потерять все 99 процентов сидят с этим графиком вы поймаете себя на мысль если вы просыпаетесь сразу в телефон все я вас поздравляю вы сливала вопрос времени когда вы деньги эти там оставить поэтому я так никогда не делаю сейчас тем более когда капитал достаточно большой для меня потери ну совершенно неприемлемо этом забрали заработали там тысяч двести вышли забрали перевложили деньги казино посидели снова забрали вышли вот давайте пример начала года покупка биткоина пол миллиона долларов там 16 до 30 просидели покупал продавал несколько раз но фактически там 50 процентов больше даже было заработано только в биткоине потом вышел в конечном в последнем фазе были куплены альткоины которые стреляли по 300 400 иксов и мы выкладываем сейчас в нашем телеграме какие мы разбирали в апреле по моему на наши конференции с нашими сотрудниками что мы рекомендовали они стрельнули снова фиксинг и уход теперь если взять сколько я вложил допустим в криптовалюту 10 процентов от своего портфеля тот который мой большой а сейчас а сейчас я вложил 10 процентов от криптовалютной то есть это один процент от моего большого капитала почему я жду просадку то есть я не собираюсь сейчас входить и рисковать своим большим капиталом или рисковать а деньгами которые мне вот на этом цикле должны будут принести просто сумасшедшие прибыли я не человек который пытается вам там сказать что вот я ждал до нового года просадку в новый год да там был у меня ролик по моему что будет кровавое рождество и так далее сидят вот эти вот лузеры с упущенным с чувством упущенной прибыли а вот надо было купить а сейчас уже не купить и вот они вот как правило это корм для крупной рыбы почему я так не думаю потому что п на е в индексах просто сумасшедший покупать рано он перекуплен к что мне не говори пока не вижу фундаментально обоснованные данные по индексам по отдельным максим я туда не пойду это бред второе что от того что я посидел чуть дольше и фигура удлинилась да и ничего я куплю просто чуть чуть позже а потом выйду скажу а я же говорил но у меня будет 400 процентов прибыли и я снова себе а очередную значит недвижимость куплю в коем-нибудь точке мира и гражданство а вы будете сидеть и говорить что надо было если бы да кабы и вот это всегда одно и то же если вы меня услышали вы поняли как работает рынок если вы понимаете как психологически себя в первую очередь обезопасить от вот этих ваших ненужных выпадов ради бога действуйте но только не нужно перекладывать с больной головы на здоровую не нужно друзья пытаться выучить вытянут лотерейный билет в рынке акулы плавают вы планктон не нужно пытаться победить этих акул нужно либо за ними следовать либо лучше идти по тренду и зарабатывать хорошие деньги я очень надеюсь что сегодняшний ролик вам ну поможет что называется реально стать богаче и лучше если вам нужны какие-то частные рекомендации и так далее и тому подобное как оформить это все и так далее на сайте у нас есть у нас есть консультанты профессиональные с лицензиями от cb и так далее можете постучаться ко мне я открыт можете постучаться к другим управляющим фондами с которыми вы общаетесь или которых мы больше доверяете это должны быть профессионалы рынка 1 и 2 это должны быть люди с многолетним опытом запомните правило десяти тысяч часов если перед вами человек который меньше восьми лет в рынке это значит если разделить 4 часа в день он должен рынком заниматься как минимум это значит он не профессионал он ни черта в нем не понимает он может в лучшем случае начать мне в нем торговать в какой-то плюс и сразу бежать кому-то пытаться распространить свое мнение или видение еще что-то я вас умоляю друзья так не работает если так работало каждый первый был бы миллионером но как вы видите вокруг в основном люди которые теряют собственно я наверно пошел пить драмину ну и к черту покупку этой яхты а с вами на связи вот и пока